Итак, друзья, у нас уже завтра стартует чемпионат мира по вольной борьбе и старший тренер сборной Дагестана по вольной борьбе, мой хороший друг Махмуд Магомедов. Махмуд, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Махмуд, ну, к чемпионату мира как подготовка прошла в целом команда России и ребят из Дагестана, которые входят в состав сборной России по вольной борьбе? Ну, в целом команда хорошо подготовилась, конечно, были много вопросов, которые по допуску спортсменов, не было известно, кого именно допускают, поэтому чуть-чуть напрягались. А так, в целом, ребята, и настрой был хороший, даже в некоторых местах по двое спортсменов приехали, до конца, до последнего они ждали, и вот сейчас 24-92, по два спортсмена здесь и приехали, потому что на самом деле не знали. И, ну, сейчас все хорошо, у всей команды настроение хорошее. Те ребята, которые приехали, просто помогают своим, увидели, как Чермен валил, помогал заурбеку Седаку, подготавливаться, послуживать, и это говорит о том, что ребята, конечно, боролись за место сборной, а друг другу помогают. Махмуд, а что за история такая непонятная с заурбеком Седаком, да? То есть, вначале сказали, что он не будет допущен, потом в последний момент допустили, с чем это связано, и почему именно он? Ну, вот, все же знают, да, что спортсменов, как в качестве нейтральных спортсменов, даже их, они проходят какую-то проверку или что-то, какая-то шиканская юридическая компания этим занимается, и допуска не было спортсменов. И вот до последнего, как я уже говорил, до последнего сюда приехали 74-92, по два спортсмена, и потому что были вопросы. Ну, ребята, несмотря ни на что, и готовились, и первые, и третьи номера, вторые, и третьи номера готовились. Каждый готов, потому что в ближайших статусе еще не было известностей. Заурбек парит очень сильным духом, он это не один раз доказал. К сожалению, в жизни постигло такое горе, среди отца это, и он понимает, он тренируется, и я думаю, на нем сейчас еще больше ответственности, потому что отец его самый яркий коллегчик, человек, который его мотивировал. И сегодня, я думаю, это и движение, что парень на самом деле очень сильным духом, и держится, и хочет выигрывать, и сейчас он показывает. Махмуд, прогнозы дела неблагодарны, особенно в спорте и в геноборстах, но есть какой-то медальный план, может быть, в целом, и по золотым медалям, либо по ощущениям, что вот столько мы заберем с командой? Ну, медальный план, наверное, у главного тренера сборной команды России есть какой-то определенный свой план. Я считаю, что у команды у всех есть возможность, и сам, или без приключений, можно сказать. Конечно, мы понимаем, что 10 из 10, да, вот, они заберут, и тяжело будет, да, а так, возможности, подготовку прошли хорошие ребята, и настрой хороший. Ну, так говорит план какой-то, что вот, определенно, 3-4 медали, или там, 5-6 медалей, я не могу сказать, потому что, на самом деле, я считаю, что каждый из них может, как бы, многое, что зависит, да, там, причины, какие они делали, как поработали, как бы завтра заснется, как себя будут чувствовать. Это мы, я думаю, максимум медали довоевали. Махмуд, еще такой вопрос, ну, буквально недавно, где-то, ну, в апреле месяце, да, вы в Алма-Ате были, в Казахстане, на турнире ПВЛ. Да. Ощущения такие, ну, как, понравилось, не понравилось, может быть, и... Ну, в Казахстане я не первый раз, и в Алма-Ате были, и оттуда, ну, не первый раз я нахожусь в Казахстане. В Казахстане очень сильно борьбу любят, любят борцов, любят все, что связано с борьбой, и поэтому и проводилось ПВЛ в Казахстане. И оттуда мы как раз даже, настолько там борьба развита, и борьбу любят, мы оттуда дальше полетели с ребятами, чтобы поддержать детско-юношеский турнир. Батерау, Идрис Каджевеков проводил там турнир очень хороший по составу, по призам. Я думаю, этот турнир, он должен был международным, и, увы, кангаре быть, потому что состав участников очень хороший был. Чемпионы-призеры Азии, Европы, они участвовали. И Казахстан, это, можно сказать, так же, как и на Кавказе, в России, и любят борьбу в Казахстане тоже. Вот мы когда туда едем, как-то не чувствуем себя, что мы находимся где-то в гостях, или, а ну, потому что куда-то в такси садишься, там начинают общаться, как будто тебя лет 10 уже человек знает, и ему показывают что-то, и то же самое потом начинается у других, там где-то в городе ходишь, дети узнают, там, и приятно бывает, что борцов знают борьбу, знают друг друга. Ребята приезжают к нам часто из Казахстана в больших количествах. Это говорит о том, что Казахстан настолько борьбу поддерживает, развивает. Я желаю, чтобы Казахстан был чемпионом мира, как, если мне память не изменяет, там нет чемпиона мира. Но Казахстан, это настолько высокая конкуренция, там, настолько хорошие борцы. Даже если кому-то сказать, что нет чемпиона мира, это будет странно. Поэтому я желаю, чтобы Казахстан был чемпионом мира и, естественно, олимпийский чемпион. Спасибо. Ну и такой вопрос, если еще турнир будет в Казахстане, что-то вроде ПВЛ, у нас есть хороший Кунаевский турнир, да, где боролись и Магомед Курбан-Алепи, и Гадзи Магомедов приезжал, боролся. Приедете, Костя, ждать в этом году? Я в Казахстане, конечно, с удовольствием приеду. Там у меня друзья, братья очень много живут, и Магомедов, Атырау, там много, очень много близких людей мне живут. Поэтому я с удовольствием езжу в Казахстан. Даже если мои личные ученики не будут бороться, в гости тоже я с удовольствием приеду. И, тем более, сейчас стал Эфен Дареда, вице-президентом Федерации борьбы Казахстана, мой друг, я его поздравляю. Как раз я желаю, чтобы развития борьбы Казахстана еще больше, задали планку, подняли эту планку и достигали высших наград на чемпионатах мира, Олимпийских игр. Аминь, иншаллах. Все, спасибо большое, удачи.